привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть stalker misery 2.0 и в сегодняшней серии мы хотим с вами маленько продвинуться по сюжету заняться исследованием без падений потому что в предыдущей серии у нас был по большей части просто как это называется там словом exploring короче говоря мы просто изучали местность наткнулись на логово бюрера это было довольно страшно наткнулись на выжженный хутор который нас убил винтовка наша не в самом хорошем состоянии там у нас товарищи stalker поэтому сейчас пока можно бегать довольно таки спокойно нам как-то нужно пересечь это место потому что нужно двинуться туда посмотреть что здесь в топе что здесь этом вен за круги хочу как думаете пройдем брод или не брод ухт не нравится на все это ладно хоть мелко не знаю уже серии 3 наверно я могу сказать что мы уже не пустое место на зоне уже можем стучать по рогам довольно многим другое дело что если их становится больше одного то все шансы резко убывают и вообще не надо расслабляться пострелил это там нужно шок на пока вроде никого не наблюдая сталкеры а кстати знаете как переводится stalker типа бродя бродяга типа такого то многие там делают из этого слова прям параду заменил английском взяли это посвятая я всегда раньше таблетки в лужу выкидывал они там не путешественная сейчас вдруг плавать начали хорошая броня у тебя парень здравствуй если нужно что спрашивая у главного кто главный явно не ты здравствуй чем сейчас занимаешься отдыхаешь разбивались тут в стае ну точно левые куда нужно проведешь за вознаграждение одни как разбойничали так и разбойничают я даже не знаю зоны ту лицо на от нас охраняем солдат давать на вензе крошкунем сколько попросил человек и еще не пожелать что вы смогли так спокойно сейчас игра похоже решит что все от сохранится даже важное действие ну кстати так не решишь а это типа быстрое перемещение ой что происходит что стало с освещением так ладно давайте осмотримся раз мы тут оказались надежно как танк и я думаю с нами пойдет за хабаром удобно присматривать что нового в зоне они говорят что я сделал ошибку приехал сюда они сборишь и жар жар жарких трусов я бы предпочел быть здесь и сейчас чем застрять перед каким-нибудь сраным столом в офисе ну я с тобой согласен в целом подаешься патроны мне не подойдут демоны ведь живут не в канализациях припяти нет они внутри на бла-бла у тебя понятно короче приехал сюда за острыми ощущениями возик на ходу нет ох 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 они так как это от тебя или от здания что это вообще такое для чего она какие-то излучатели что ли посторонних запрещен фамилик и корни то их шуток сейчас тут не хватало ну и чё думаете поищем чё хорошее место любопытно сейчас кстати выброс по-моему бы мне постоянно кажется что я что-то слышу краем уха но я не уверен что-то я наших больше не слышу нет слышу как думать это хорошая идея нет так сохранится на тэду чё-то очкова как-то у меня еще и пушка такая либо фонарик либо пушку как думе помните третьем если та же самая ситуация пусть и что-нибудь хорошее будет я не думаю что мы в этом месте найдем что-то кроме проблем оба это куда это такой лифт у нас интересно но это шутки травят ну короче хочу сказать здесь вроде как ничего нет особенного неплохого не хорошего все скорее скорее безопасно и такое никакой но и слава богу потому что у меня уже были дурные предчувствия насчет этого места ну что осмотрелись выдыхаться начинаю а здесь свой спуск я посмотрю так чуть-чуть отдохнем ничего короче не нашли батарейка интересная чистка посадится на нашем фонарике реально интересно не знаю не нуждается в заряднике отлично да это место безопасно по крайней мере пока не знаю что тут да как потом будет а нам нужно вон туда куда-то двигаться походу любопытно здесь тихо 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 а ну понятно короче все ясно здание мы посмотрели полностью хорошо двигаемся на топе ладно парни спасибо что приволокли меня сюда вы это слышали? там как сипение какое-то было ой 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 твою мать твою мать ребята помогайте пожалуйста парни парни там кровососы это военный сталкеров на самом кордоне грабят отобрал хабар и тут же через 100 метров продал сидоровичу ты не прав самые ленивые это торговцы я вот знаю одного так он специально пораньше встает чтобы подольше ни хрена не делать да кстати неплохо где эта тварь короче я сейчас нарублюсь походу потому что пока он сам сюда не идет а потом я туда приду и мне сразу станет не очень хорошо сейчас лупим короче ему в голову только увидеть его надо раньше чем он нас и и кругом кругом эти кусты так где ж ты мать твою ушел походу сюда а там что интересно для чего эти штуки ой тихо тихо где где-то там это точно кровосос так но по сути вот наша топи же где же ты тварь блин сейчас со спинами я как густят это будет не очень хорошо я думаю сразу кони двинуться давай вот только сейчас выбросим не надо пожалуйста давай сюда сюда на камешек залезем и посмотрим что это такое вертолет это еще гравитационные аномалии такие что и без воду все да реально смотри там явно лучше не находиться он там кто-то ходит чак норрис мощный честно говоря мачку и туда идти местные аномалии потому что я не просто убивают они убивают метров с десяти на как я пока успел заметить так а что если пройти попробовать вот так к нему или все же вот так хорошая идея откровенно плохая же почему не вечно несет в такие места ну нафиг короче просто установил нафиг пойдем по своим делам вода по моему не особо хороша да видели этот значок не надо фигеть конечно вот оттуда мы получается переместились за 3000 вот сюда рациональная трата денег я пскал выброс сейчас пьем сюда залезем того же выбора не будет только останется туда лезть вот пошло где-то сволочь может его убил сомневаюсь ну отпугнул точно так давайте сядем поудобнее и и потихоньку двигаться в сторону я считаю что вполне могли его убить до выстрелы из довольно серьезной пушки это было страшно но я тело не вижу просто походу свалил да ах твою мать все с одного удара скотина короче он где-то повыше там обитается но по крайней мере пока сейчас мы как раз на записи боем и он где-то наверху будет у нас ух я встрогнул всегда исследуйте каждую щель каждый закуток вы никогда не знаете какой хабар вас может там поджидать конечно короче вот эта тварь нас опугала да ну где-то там вот такое ощущение что прям не жаждет вступать с нами в бой но мы сами прем к нему прямо а у нас что тоже в игре нет так на позиции так на позиции ну не вижу так номер я где вот здесь он сейчас может быть совершенно в другом месте Скотина, кровосос это просто пипец какой-то. Ну что, тварь, гасишься? Знать бы где-то просто, но в этом как раз твой прикол что. Мы не знаем где-то, он может сверху заходить, так виднее будет я думаю. Вы вообще заметили один удар, он просто реально сносит вообще все, пусть этого остается только за пару секунд стечь кровью. Ну где же ты, сволочь, мне же нужно туда попасть по-любому. Ну пойдем, че. Может говорю, я его убил, еще говорю. Конечно. Было бы так просто. Бежим, бежим, бежим. Твою мать, ты посмотри на него. Тихо, тихо, тихо. Та блин, оружие заклинило, ну как так? Самый такой подходящий момент оружие заклинило. Может он по оружию шарахнул? Ах, вы же сволочи. Он походу до определенного момента стоит, тупо наблюдает за мной, ждет. Потом, когда я уже попадаю в место, из которого хрена выберусь, он меня атакует. Я его не увижу просто никак. Страница 51. Уф, сраный, тяжелый, никогда стальные пластины. Че? Они бы тебе жизнь спасли, мужчина. Давайте с той стороны озера попробуем, байте, потому что что-то меня уже эти карусели начинают подпаривать. Сможем. Мы сможем. Если бы я оттуда пошел и сюда не перемещался, то я бы уже давно, думаю, этот вертолет изучил бы. Но получилось так, как получилось. Ничего страшного. А что если и правда пойти? Нет, не отсюда. Тут. Это, определенно, самая херовая идея за сегодняшнюю серию. Ох, как тут пакостно-то. Ого. Офигеть. Вывести бы этого гада на сталкеров. Они бы уж ему показали. Вот ты вот, че ходишь? Что ты там делаешь вообще? Ты че, камикадзе? Здесь страшно фонит. И при том, что по идее-то пройти можно. Вот так вот. Но эти аномалии нам просто все портят. Ты че там делаешь вообще, болезный? Не хабарагарь. Я сейчас к нему подойду. Вот уверен, меня начнет кошмарить. Как он там до сих пор находится, я не знаю. Вот, вот, вот. Мужчина, вы больной, по-моему. Так, надо передохнуть. Пока что вроде спокойно. И сегодня, как у нас, кроме этого гребаного кровососа, никого и не замечено. В этот раз атака была где-то вот у этих кустов. Но его самого физически просто очень трудно заметить. Очень трудно. Поэтому... Все очень хорошо. Может, он тут обитается? Сейчас пойдем, посмотрим. Здесь не зависит. С этой игрой постоянно рулетка. Либо мы... Либо-либо. Все, пойдем. Так, понимаю, проходим сюда. А что нам у него нужно сделать? Исследовать место падения. Путь на плато мы можем узнать у Ноя. Остальные я чувствую так. Так, особо не светимся. Но есть ощущение, что он меня все равно заметит. Так, передыхаю это у кустика, чтобы у нас здесь была. Ой, твою мать! Вот ты где находишься! Типона, мать! Ладно, я сохранился. Сейчас, скорее всего, погибну. Ну, по крайней мере. Офигеть. Офигеть. Аномалии, надо сказать. Еще хуже, чем кровососы. Блин, это реально боль. Эта игра просто полна боли. Но, я думаю, сейчас-то мы этого козла выцепим. Хотя, нет, не выцепим. Всегда держи при себе стимуляторы. Если вдруг начнется выброс, а поблизости не будет укрытие. Это мы уже читали. Так, ну и что? Вот тут вот ты где-то был. Прям стоял. Не вижу. Там все в аномалиях. Как мне пройти-то туда вообще? Если к воде наступишь, тебя тут просто в лепешку, мне кажется, передавит. Какого черта, блин? Какого черта? Толбанные самолеты. Какие самолеты-вождолеты? Вы знаете, у меня есть ощущение, что я не смогу убить этого кровососа при всем желании. Слишком быстрый. Слишком опасный. Не знаю, какой-нибудь тепловизор, чтобы хоть как-то наблюдать его. Так, сохранение еще одно. Я боюсь это место. Я не уверен, что я смогу туда подобраться сейчас. Если только в открытый бой вступить с ним, он меня сейчас опять перекликнет. И из-за разброса я в упор практически не попаду даже. То есть, если вступлю сюда... Твою мать. Нормально. Скай! Я тебя все равно убью! Ты посмотри на это... Он же просто появляется из ниоткуда. Какого черта вообще? Рейдж! Я так не могу. Я хочу сюда привезти кого-нибудь, чтобы они его убили. Самое главное, убегаешь от него... Он, блин, умный скотина. Он с тобой не бежит никак. И как с таким воевать? Это садомаза мне нравится. Удар, порез, удар, порез, удар, порез. Выбросить G. Ошибка. Что? Выбросить оружие это кнопка G. Насколько я помню, кстати говоря. Что-то... Что-то про это говорили. Вот он там же. Это же он светит глазами, нет? Походу... Нет. Откуда же ты берешься, горюшко-то мое? Японо мать. Это как? Доходчиво было, нет? Не трогай меня! Я бешеный! Кто это, кто? Это против него? В кого стреляют? Это же мои парни там. Которые меня привели сюда. Нет? Твою мать! Да что ж ты на секунду, блин, а? На секунду отпустил кнопки и все. Твою мать! Он просто реально, я не знаю, глумится надо мной. Ну ничего, ничего, никуда не денешься. Грохнул. А иначе как? Иначе я не подойду никак к этому месту. Единственное, если... Я знаю, у них есть миграция, и... В итоге можно просто дождаться, пока он уйдет отсюда, и как-то подобраться по-другому. Потому что там без него проблем хватает, как вы видели. Или я просто побежал и нарвался. Ну, блин. Ну, блин. Там воюют. Вот теперь на ту сторону охоты. Отстреливай должников. Свобода любит тебя. Отстреливай растаманов. Долг любит тебя. И я люблю заварухи, поэтому отстреливай обоих. Круто, че. Молодец. Я заварухи не люблю. Я люблю. Давай. Я люблю. Это все спокойно. Да вот тут он где-то. Короче, идем на войну. Нужно уворачиваться, как только можем. Ты видишь меня, нет? Говнюк. Твою мать. А, ну, как? Ну, типа, на мать. Твою мать. А, скотина. Все, хана. Последняя попытка. Ухожу. Это, по-моему, невозможно просто. Ну, если бы пушка была хотя бы в нормальном состоянии. Через два выстрела, короче, у меня клинит пушку. И все. Надо будет найти какую-нибудь другую. По-хорошему найти бы, вернее, не найти, а купить бы у бороды какую-нибудь новую пушку взамен этой на те же самые патроны. Потому что патроны тоже не жалко, вернее, жалко терять. Потому что я их за полцены сейчас продам. Вот так, блин. Стрэбовика бы теперь в упор. Или как в DZ, помните, там. Это вампир вынес только так. Хоть какое-то отображение было, да нет? Даже никакого дрожания воздуха нет. Да, скотина, ты посмотри. Просто... Просто пастелся. Да, звуки тоже приятные. Короче, надо валить. Это невозможно. На данном этапе надо будет прийти с себя в более хорошей броне. Надо будет прийти с себя сюда с каким-нибудь, я не знаю, там, М16 или чем-нибудь в таком духе. Чтобы порвать его. Потому что эти два выстрела реально его не вынесут. Не успеваю. Вот такая вот больная серия. Ну, получали сегодня. Но мне на самом деле понравилось. Потому что, как я уже говорил, эта игра, она показывает, как нормально реальный человек вообще жил бы на зоне. Он бы не жил, он бы не умирал. Потому что зона это очень враждебная среда. А то, что было в обычном сталкере, там все-таки были довольно ясельные такие условия. Будь начеку, сталкер. Смерть всегда рядом. Если тебе довелось встретиться с ней, стреляй сразу в голову. Конечно. Вы видели это дерьмо вообще? Как там в голову выстрелишь-то? Это невозможно просто. У тебя где-то полсекунды на то, чтобы отскочить и еще выстрелить, прежде чем он снова ушел. Со снайперки как-то не очень это получается. В общем, в этой серии мы поумирали. И кто-то в комментариях, я помню, писал. И я, говорит, уже предчувствую кучу бадхерта и боли. Это будет круто. Ну, это и правда круто. В общем, увидимся в следующей серии. А я пока. Отступай! Бежим! Бежим от него! К чертовой матери! Ну его нафиг! Он больной какой-то? Что там такое? Ммм. Интересно. И что у нас? Что? Нет, вот ничего. Мне нравятся эти звуки. Такое ощущение, что этот гад все-таки вокруг меня где-то бегает. Аномалия рядом. Короче говоря, сейчас дойдут к дороге. Да, в принципе, знаете, давайте на самом деле уже заканчивать эту серию. А в следующий пойдем будем думать, что делать. Потому что вот он, близко, бери его, по сути, блин. Но, как понимаете, это не так-то просто. Это реально какой-то троллинг, просто по-другому не назовешь. Типа, вот, возьми меня, я же тут. Что ж ты? Что ж ты не подходишь ко мне? И умерли мы уже раз, наверное, 10 по этой теме. Это, по-моему, было круто. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Редактор субтитров. До свидания. Да что ж такое, игра-то, вообще меня пожалеешь хоть раз, нет? Да, вроде пропустила. Короче, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok